Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. На привокзальной площади разделили такси и автобусы, но и это не уберегло от конфликта. Разобраться в нем помогло видео из салона. Ко дню знаний готовы. В преддверии 1 сентября полицейские проверили 71 школу и 76 детских садов. На Бытхе появится многофункциональная спортивная площадка и сквер. Уже сейчас там асфальтируют дороги. Взглянуть на Сочи по-новому предлагает проект Код города. Новый туристический маршрут презентовали экскурсионным бюро. В 37 районах Кубани сохраняется пятый выше класс пожароопасности. Для борьбы с возможными возгораниями в регионе были усилены службы спасателей. Подготовлены 4 специальных вертолета и самолет Б-200. Об этом губернатору Вениамину Кондратьеву доложили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава края поручил круглосуточно мониторить обстановку. Август уже оправдал звание самого пожароопасного месяца. За последние дни произошло несколько крупных ЧП. Одно из них у соседей в Ростове-на-Дону. Там в центре города сгорело больше сотни домов. Сегодня должны быть приняты все меры, чтобы не допустить подобной ситуации на Кубани, потребовал Вениамин Кондратьев. Те проблемы, которые у ростовчан, именно в части плотной застройки, они такие же и у нас. Давайте себя не будем обманывать. У нас такие же проблемы. Плотные кварталы, проездов нет. Значит, надо исходить из той ситуации, какая есть, и искать те способы, которые в случае чего, если, нам помогут быстро справиться с бедой. В данном случае с пожаром. Работать на предупреждение, коллеги, будем на предупреждение. Потому что в случае чего цена будет непомерно высокая, человеческие жизни. Участились в регионе и случаи возгорания стерни на полях. Во власти огня оказалась сухая трава в Белогринском, Кавказском, Темрюкском, Тимошевском районах и в Анапе. А не так давно пожар возник в лесополосе в Павловском районе. В преддверии начала пожароопасного периода на территории Краснодарского края проведены проверки всех 100 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и расположенных на земельных участках, граничащих с лесными массивами. По итогам которых в 30 населенных пунктах было выявлено 49 нарушений требований пожарной безопасности. Те главы, которые явно в вашем списке отмечены, не уделяют должного внимания противопожарным мероприятиям, противопаводковым. Каждый из нас на должностях, каждый из нас, а это уже квалификация. В случае, если что-то происходит, то в рамках своей уже квалификации мы будем вести ответственность, смогли или не смогли справиться. Давайте не будем испытывать судьбу. Ситуация с погодой настолько нестабильная, настолько непонятная, что она вызывает у нас саму спокойность. Пошли дожди, давайте забудем, ничего гореть не будет. Это как раз самые напряженные для нас месяцы, самые напряженные для Кубани, для Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, жаркая ветреная погода в центральной и северной частях региона продержится всю следующую неделю. Однако вместе с тем на Черноморском и Азовском побережьях сохраняется угроза сильных ливней и смерчей. В связи с этим Вениамин Кондратьев поручил еще раз проверить все системы оповещения жителей и гостей края, а также предусмотреть пункты эвакуации в случае ЧАЭС. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи спасатели эвакуировали двух человек из горной реки. Вечером в отряд позвонила девушка и сообщила, что двум ее знакомым требуется помощь. Молодые люди находятся в русле реки Мзымта в районе ущелья Ахцу и не могут выбраться на берег. К месту происшествия выдвинулись две смены спасателей Краснополянского и Адлерского подразделений. Как выяснилось, двое парней и две девушки, все жители Красной Поляны, еще днем отправились на прогулку по старой Краснополянской дороге. Когда компания спустилась к реке, молодым людям захотелось переправиться на другой берег, для чего они положили бревно. Через некоторое время самодельную переправу смыло и перейти обратно парни уже не могли. Девушки позвонили спасателям. Один из пострадавших находился на противоположном берегу, а другой на большом камне посередине реки. Чтобы им помочь, спасатели натянули навесную переправу. Медицинская помощь никому не потребовалась. Курс на новый учебный год. 113 школьных автобусов сегодня отправились в хутора, станицы и районы Краснодарского края. В краевой столице директора учебных заведений получили ключи от нового транспорта. Участие в церемонии принял глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что автобусы оснащены всем необходимым и полностью отвечают требованиям безопасности. Деньги на приобретение спецтранспорта для школ были выделены по госпрограмме развития образования. Хороший автобус, красивый не только снаружи, но и внутри. Детям будет комфортно в нем ехать. А кто не доучил, в автобусе в этом доучит, потому что и освещение очень хорошее. Светлый автобус, очень комфортный. Создать комфортные условия нужно и для учителей, считает Вениамин Кондратьев. Уже на Большом педсовете глава региона поручил разработать программу поддержки молодых педагогов. Сегодня из 74 тысяч кубанских учителей 20% пенсионного возраста. Чтобы привлечь молодые кадры в школы, нужны новые стимулы, отметил губернатор. Нужен комплекс мер, чтобы молодые специалисты, выпускники педагогических вузов вернулись в школу. И этот комплекс мер должен быть не на бумаге, он должен быть реально работающий. Это очень важно. Коллеги, опыт, конечно, вещь неоценимая, но без молодых специалистов, без тех, кто этот опыт будет принимать, нет движения вперед. Профессионалы высочайшего уровня должны быть. Значит, и должны они жить, и работать в достойных условиях. Я уже поручал Министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов. Настоятельно требую Министерству финансов, чтобы включили эти деньги в бюджет. Программа, которую поручил разработать губернатор, предусматривает дополнительные меры поддержки при поступлении на работу в течение первых трех лет. Планируется, что начинающие педагоги, помимо зарплаты, будут ежемесячно получать еще около двух тысяч рублей, а также единовременные выплаты за каждый год работы. Ко дню знаний готовы. Личный состав УВД Сочи переведен на усиленный вариант внесения службы. А в преддверии 1 сентября полицейские проверили 71 школу и 76 детских садов на предмет антитеррористической защищенности, а также провели мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения для школьников. Слово Инги Габешия. На предмет антитеррористической защищенности образовательные учреждения обследовали кинологи. А в школах и детских садах, где еще не завершен ремонт, полицейские проверили всех работников подрядных организаций. Участковые же проконтролировали ситуацию в 500-метровой зоне от объектов образования. В зону досмотра попали и торговые точки. Предпринимателям правоохранителей напомнили об административной и уголовной ответственности за реализацию спиртных напитков и табака несовершеннолетним. Произведем расчет сил и средств личного состава УВД по городу Сочи. К охране порядка будут привлечены как кубанские казачьи войска, так и добровольные народные дружины. Также в соответствии с требованиями федерального закона к охране порядка будут привлечены федеральные войска Национальной гвардии Российской Федерации. О безопасности дорожного движения позаботились сотрудники ГИБДД. В преддверии 1 сентября они проверили всю уличную дорожную сеть вблизи общеобразовательных учреждений. Это в том числе и состояние проезжей части, освещение и ограждение. В результате выявлено 255 недостатков. Проверили госавтоинспекторы и те школы, на балансе которых находятся автобусы для подвоза учащихся. Обследовано 25 школьных автобусов, из которых 11 на момент проверки оказались непригодными. Часть транспортных средств хранится с нарушением непосредственно на территории школ. Информацию общую о состоянии подвижного парка школьных автобусов подготовили в адрес руководства управления по образованию. Непосредственно в День знаний сотрудники ГИБДД проведут в школах открытые уроки, примут участие в торжественных линейках и родительских собраниях, что станет своеобразным ликбезом. Взрослым расскажут о правилах, которые помогут обезопасить ребенка на дороге. Для первоклассников же госавтоинспекция подготовила полезные подарки. Это письмо, обязательное к прочтению, и, кстати, с заданием нарисовать безопасный маршрут от дома до школы. Кроме этого, 1 сентября мы каждому первокласснику вручаем сувенир, который позволит ему быть замеченным в темное время суток на дороге. Ну а сотрудники подразделения УВД по делам несовершеннолетних определили круг семей, в которых из-за материальных трудностей возникли сложности с подготовкой детей к учебному году. Чтобы оказать поддержку таким сочинцам, личный состав УВД Сочи принимает участие в краевой акции «Соберем ребенка в школу». Инга Габиши, телекомпания «ФКТ». Инспекторы сочинской таможни обнаружили тайники в автобусах. На российско-абхазской границе пресечена контрабанда крупной партии табачной и алкогольной продукции. Задержаны два рейсовых автобуса, следующих из Абхазии в Россию. В них были выявлены товары, многократно превышающие нормы беспошлиного ввоза. Только в одном из автобусов пять коробок с алкоголем. В другом автобусе в результате досмотра таможенники обнаружили 1400 блоков сигарет различных наименований в заводской упаковке. Сигареты были спрятаны в полостях над передними и задними колесными арками. Весь товар арестован. По результатам экспертизы будет поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. После золотого квадрата в центре города, где была пересмотрена схема дорожного движения, городской департамент транспорта и дорожного хозяйства наводит порядок на привокзальной площади. Она, ко всему прочему, стала местом конфликта между водителями. Все подробности у Елены Овсециной. Порядок здесь должен быть идеальным, считают городские власти. Первое впечатление у тех, кто приезжает на курорт, конечно же, складывается отсюда, до железнодорожного вокзала Сочи. На привокзальной площади сейчас изменена схема посадки и высадки пассажиров. Транспортные потоки разведены. Автобусы отделили от легковых автомобилей. Сделали специальную стоянку для такси. Частные автомобили могут свободно заезжать и высаживать пассажиров. Так, собственно, и должно было быть. Но картинка на месте другая. Новый порядок пока приняли не все или не захотели принять. Даже ограждение для такси сбито. Во-первых, водители маршрутных автобусов заезжают на полосу таксистов, пытаясь объехать небольшую пробку перед светофором. Таких нарушителей сегодня фиксировала и наша камера, и фотообъектив департамента транспорта. Департамент транспорта и дорожного хозяйства ведет мониторинг. Собственно говоря, этот вопрос взят на контроль, будет решаться. Но и сами таксисты, там, где им разрешено стоять, мешают иногда подъезду легковых машин. Иногда такси стоят прямо на проезжей части, где нет официальной стоянки. Стоят и на автобусных остановках. А там, где разрешено, стоят уже в два ряда, бывает и больше. Сами они жалуются, что в этом сезоне, кроме сочинских таксистов, на линии огромное количество иногородних, желающих подзаработать на многочисленных туристах. И кто из них легальный перевозчик, кто нет, понять даже самим водителям сложно. С начала сезона департаментом транспорта было проведено 180 рейдов. Выявлено 200 нелегальных таксистов. На них составлены административные протоколы. Транспортные средства изъяты до решения суда. Сейчас в Сочи 5400 официальных перевозчиков, столько же нелегалов. Работаем. Лицензии получили, битевки есть, техосмотры, все как положено. Даже страховка по такси у нас есть. Очень много приезжих, которые у них ни лицензии, ни права на работу. Понимаете, как сбывает это все и не делает это как положено. Ограничений на количество такси нет. Причина – несовершенство законодательства. Водители получают лицензию в Министерстве транспорта Краснодарского края и могут работать в любом городе региона. Конечно, каждый таксист хочет взять более выгодный заказ, поэтому здесь, на ЖД вокзале, их значительно больше, чем по городу. Некоторым работать сложно, ведь лето выдалось жарким. Недавний инцидент вообще привел одного из них в полицейский участок. Вот видео из салона автобуса. Таксист помогает женщине занести коляску и садиться на пассажирское место, чтобы отдохнуть под кондиционером. Водитель автобуса делает замечания и предлагает таксисту выйти. И в результате тот отвечает грубостью и даже рукоприкладством. В полиции он уже извиняется за свое неадекватное поведение. Не забывайте, что в таком ситуации я попал, а не хотел, чтобы это все случилось. Извините. Таксист принес водителю муниципального автобуса свои извинения. Они пожали друг другу руки, но отвечать за свои поступки все равно придется. Уже в суде, куда полиции переданы материалы дела по факту хулиганства. Развитие инфраструктуры курорта способствовало развитию различной предпринимательской деятельности, в том числе связанной с предоставлением экскурсионных услуг по перевозке пассажиров самоходными транспортными средствами. Массово это развито в Олимпийском парке. Вопрос безопасной эксплуатации электромобилей стал особенно актуальным в период курортного сезона. Как проходит совместный рейд сотрудников полиции и администрации города в Умеретинской низменности на дорогах Олимпарка и Набережной, узнаем из нашего следующего материала. Электромобили, гольфкары, электрические тележки. Какую только технику не изобрели предприимчивые бизнесмены в погоне за тысячи рублей в час. Утомленные теплом юга и морем. Отдыхающие экономят каждую минуту уходящего лета и активно пользуются доступной услугой. Быстро и удобно. Но, как показали результаты проверки, бизнесмены, предоставляющие услуги проката с самоходов, в погоне за наживой зачастую пренебрегают правилами дорожного движения и ставят под угрозу безопасность своих пассажиров. В связи с тем, что в последнее время участились случаи травматические для пешеходов с участием данных транспортных средств, проводится данное мероприятие. В данной категории транспорта запрещено передвигаться по пешеходным дорожкам, по тротуарам, по велосипедным дорожкам. Большинство техники подобного рода по закону приравнивается к мопедам в соответствии с мощностью двигателя. По правилам дорожного движения они должны передвигаться только по правому краю проезжей части, либо по выделенной полосе для велосипедов. Но, опять же, на проезжей части. Вместе с тем и правила края никто не отменял. Останавливали преимущественно за это административное нарушение. И уже на месте выяснялось, что у многих водителей электрокаров вообще отсутствовали водительские права. Административный штраф в таком случае предусмотрен в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Санкции за проезд по тротуару – 2 тысячи, отсутствие мотошлема – тысяча. Нарушаются правила остановки и стоянки. На набережной Олимпийского парка, кроме велосипедов, вообще не должно быть никаких самоходных машин. В ближайшее время администрации города Сочи будут установлены знаки, неограничивающие и запрещающие движение электрических и механических транспортных средств, а также сооружения, препятствующие доступ на набережную. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и гостей, жителей города Сочи. На эти информационные знаки должны обращать внимание и водители фирм проката транспортных средств, и сами туристы. Собственная безопасность зависит от бдительности всех участников дорожного движения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи, по оценке экспертов Ростуризма, загружен на 95%. Ряд же интернет-изданий, используя цифры отдельно взятых туроператоров, занижают этот показатель. И сегодня на специальном брифинге для журналистов развеяли все сомнения. На курорте уже отдохнуло 3 миллиона 650 тысяч человек. В прошлом году на данный момент были такие же цифры. При этом нынешним летом на рынок туриндустрии вернулся мощнейший конкурент – Турция. Поэтому показатели на уровне прошлого года с открытой Турцией можно считать убедительной победой летнего сезона Сочи. При этом значительно увеличился турпоток из таких городов, как Красноярск и Новосибирск. Этому поспособствовала большая работа по созданию единого турпродукта и информационные рекламные туры, которые мэр курорта Анатолий Пахомов лично проводил с выездом в города России. Наш международный аэропорт города Сочи в этом году на один месяц раньше принял 3 миллиона пассажиров, чем в прошлом году. То есть мы достигли эту цифру на один месяц ранее. Если говорить о налогах в консолидированный бюджет Краснодарского края, то по итогам 6 месяцев от города Сочи поступило 1 миллиард 600 миллионов рублей, что также на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры вещь упрямая. Казалось бы, сухая статистика, но она подтверждает, что курортный сезон в Сочи состоялся и активно продолжается дальше. Эти выводы подтверждают и ательеры города, и многочисленные рейтинги всемирно признанных служб бронирования. Курорт в них всегда в тройке лидеров. А сейчас пять пляжей Сочи активно ведут борьбу за голубой флаг. Это премия, победители которой включают в международный каталог лучших пляжей мира. В средней полосе России уже осень, а в Сочи на смену летнему сезону идет бархатный. В сентябре, по данным служб бронирования, ожидается загрузка баз отдыха до 87%, а в октябре – до 82%. Взглянуть на Сочи по-новому предлагает культурно-развлекательный проект «Код города». Это театрализованная аудиопрогулка по центру курорта. Новый туристический маршрут презентовали в городской администрации представителям экскурсионных бюро. В чем суть нового проекта, расскажем в нашем следующем сюжете. Продюсеры нового пешеходного маршрута «Код города» обещают, зрители станут участниками настоящей театральной постановки с использованием окружающей реальности. Сам Сочи с его парками, магазинами, достопримечательностями и улицами станет декорацией к театральному действию. Экскурсия по центральной части города Сочи с элементами театрализованного действия. То есть группа экскурсантов одевает аудиогиды и идет по четкому маршруту. И в рамках этого маршрута происходят определенные театрализованные экшены. Старт маршрута – зимний театр. Финиш – поющие фонтаны. Маршрут заранее срежиссирован. На пути зрителям в наушниках «Пантомимы» будут разыгрывать живые актеры. Время пешеходной экскурсии – 100 минут. Работать будут все пять органов чувств. Эффект – полного погружения. Аудиогид по городу – это абсолютно новый для Сочи формат досуга. Подобные променад спектаклей проходят в 35 городах мира. В том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, такая аудиоэкскурсия будет интересна не только туристам. Жителю города мы покажем его родной город немного под другим углом и проведем по не совсем стандартному маршруту. Проводили уже более 100 человек, для 100 человек тестовые показы. Местные жители, процентов, наверное, 70, говорили, что либо в первый раз в этом месте, либо вот таким маршрутом точно никогда не ходили и вряд ли бы когда не пошли. Кстати, в подготовке маршрута активно участвовал Музей истории Сочи. В администрации города уверены, что такой новый вид культурного досуга привлечет на курорт еще больше туристов. Ну а сочинцы узнают еще больше интересных фактов из истории родного города. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, Максим Ковригин, телекомпания «ФКТ». Малые дела с большим размахом. В микрорайоне «Бытха» сейчас ведется ремонт асфальтового полотна, тротуаров и лестничных сходов. Восстанавливают и наружное освещение. Кроме того, на «Бытхе» появится многофункциональная спортивная площадка и сквер. Татьяна Говоркова расскажет подробнее. Первый слой нового асфальта проложен. Теперь накладывают второй. Разрушенная оболзнем дорога по улице Истогорская впервые капитально ремонтируется. На эти цели мэрии было затрачено порядка трех миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию северного выезда «Бытхи» этот участок дороги стал востребован местными жителями. А главное, что ямы исчезнут с разворотной площадки автобусов у остановочного павильона. Свежим асфальтом покроют 430 метров полотна. Полностью сделано уже получается 200 метров и осталось 200 только верхнего слоя. Ремонтные работы асфальтового полотна завершатся уже через два дня. Дорога гибает этот пустырь. На протяжении пяти лет ему искали должное применение. Теперь благодаря мэру курорта Анатолию Пахомову выбор сделан в пользу местных жителей. Здесь будет детская площадка с забором многофункциональная. Ниже посадим деревья. Активистки дома номер 46 по улице «Бытха» с нетерпением ждут начала работы, готовы включиться в благоустройство будущего сквера. Вместе с районным архитектором разработали план. Существенную помощь оказали сочинские единороссы. Спасибо нашему депутату Чепнян Аганесу Меликовичу. Он предложил свои услуги по доставке деревьев, по устройству подпорной стенки, чтобы тут не расползалась земля. Наш новый глава района, спасибо ему. Он даже восстанавливает и дорогу, и все. Он вошел в наше положение. Мы очень рады поддержке городской и районной администрации. Уютный сквер и место досуга детворы начнет функционировать в следующем году. Первый этап уже выполнен. Котлован засыпан, распланирован, уплотнен. Сейчас идет разработка проектной документации, каким образом расстановка элементов детских спортивных сооружений, тротуаров, озеленения, деревьев и всего такого. Я считаю, что в этом году мы уже эту работу как минимум начнем вместе с жителями. Наряду с этим работают над проектом строительства многофункциональной спортивной площадки на улице Возрождения. Уделяют также внимание обновлению и возведению тротуаров и лестничных сходов в микрорайоне. Работы по их благоустройству завершатся к октябрю. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи соберутся настоящие гурманы. Мировое шоу «Ночь пожирателей рекламы» состоится 25 августа на территории оздоровительного комплекса «Дагомыс». Организаторы синематека Жанна-Мари Бурсико и компания «Возьми звезду» при поддержке строительной компании «Новоград». «Ночь пожирателей рекламы» – это уникальное ночное шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннеса сразу в двух номинациях. Самая большая коллекция рекламных роликов и самое продолжительное шоу. С 22 до 4 утра гостей ждут 400 мини-фильмов, в каждом из которых менее чем за минуту показаны завязка, кульминация и финал. Высший пилотаж профессиональной режиссуры. Также гостей ждет фуршет, шоу-программа и интерактивные презентационные площадки от компаний-партнеров. Все это 25 августа в киноконцертном зале «Балкана» и оздоровительного комплекса «Дагомыс». Билеты на мероприятия можно купить в интернет-кассах «Кассир Сочи», по номиналу, а также в городских зрелищных кассах. Представители российской и зарубежной ювелирной индустрии собрались в Сочи. Сегодня на курорте открылась специализированная выставка-ярмарка «Золото летней столицы. Лето». В ней приняли участие более 50 заводов-производителей и оптово-розничных компаний из России и стран СНГ. Выставка-ярмарка «Золото летней столицы» заслуженно считается одной из самых популярных выставок, поэтому и проходит три раза в год. Летняя открылась в Сочи уже в одиннадцатый раз. По традиции здесь представлены всевозможные изделия именитых российских и зарубежных ювелирных домов, часы, столовые приборы и посуда, коллекционное оружие, антиквариаты и многое другое. Нынешняя выставка отличается не только площадью, но и развлекательной программой. Также «Золотая ярмарка» совмещена с выставкой-ярмаркой «Фэшн-салон», где женщины могут приобрести одежду и аксессуары. Кульминацией станут многочисленные розыгрыши. Для участия необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей. Супер-розыгрыш главного приза планшетного компьютера состоится в последний день работы выставки – 30 августа в 13 часов. Ну а ежедневно в 16 часов в выставочном павильоне у Морпорта разыгрываются ювелирные украшения, билеты на шоу-программы и аттракционы скай-парка. Организатор «Золото летней столицы» – выставочная компания «Сочи-экспо». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валет Денталь» весь август проходит акция «Имплантация и протезирование за один день» – 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.